1С Паблишинг Глава 1 В кабинет королевы я был вызван посреди ночи. Судя по мрачной физиономии личного секретаря, Галя Длиннокосая была не в духе. Когда я оказался в кабинете, меня провели на террасу, где и находилась королева гномов, погруженная в свои думы. Она стояла возле балюстрады, положив руки на широкие каменные перила. Ее взгляд был устремлен вниз, на ночной город. На мое появление она никак не отреагировала. Лишь когда удалился секретарь, правительница всех гномов глухо произнесла. «Мы остались одни». «Я так понимаю, прибыли послы от императора?» Галя зло усмехнулась. «До сих пор не понимаю, почему его называют императором. Он ведь обычная кукла, которая управляет шитанкой и его дружки-магистры». Я лишь молча пожал плечами. «А что тут говорить?» «Все верно. Даже самый невежественный крестьянин из самой далекой глуши знает, что империей управляет орден магов». «Какова его официальная позиция?» Поинтересовался я. «А вот здесь любопытно», — хмыкнула королева. «Говорит, что между империей и гномами войны нет. Наш конфликт с Фрадией он назвал личным». Другими словами, стального короля он тоже не поддерживает. «Официально нет», — качнула головой Галя. «А неофициально?» «Неофициально все, кто захочет поучаствовать в локальной войнушке с гномами, могут это делать в качестве наемников». «Мда», — потирая подбородок, — сказал я. «Та же картина, только вид сбоку». «Игроки уже обозначились?» «Почти все», — кивнула королева. «Северяне отправят пять тысяч бойцов, сотню магов и четыре десятка ледяных великанов». Я нахмурился. «Дарта». Откровенно говоря, не ожидал, что они выступят на стороне стального короля. Они ведь больше всех пострадали в эпоху мертвых войн. Все исторические учебники уже давно переписаны, правда забыто. Истина похоронена под толстым слоем лжи и манипуляций. Я почесал затылок. «А что южане?» «Князья Атрии направят три тысячи всадников, плюс на их стороне выступят около пяти тысяч ящеролюдов». «Иверия? Две тысячи мечников. Западные острова в стороне тоже не останутся». «Значит, мертвый океан под контролем врага», — констатировал я. Галлия усмехнулась. Уверена, эти пираты первыми дали согласие. «Им бы только пограбить. Они, кстати, и займутся доставкой вражеских войск на наши земли». «Есть новости из Атрии», — спросил я, при этом стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. «Твой король пока молчит», — ответила королева и одарила меня задумчивым взглядом. Видимо, все-таки заметила мое волнение. Стефан II получил предупреждение от нас о назревающем заговоре, но никак не отреагировал. Правда, нам дали понять, что они сами разберутся со своими проблемами. «Я тяжело вздохнул. Это вряд ли. Не зря правителя моей родной Тарии называют мягкотелом. Если за дело взялся Орден магов, это значит, что очень скоро мы услышим о смене правителя». «Кстати», — склонив голову на бок, произнесла Галлия, — «я не вижу смысла помогать твоему королю. Даже если нам удастся предотвратить устранение Стефана II, он все равно нас не поддержит, и это невзирая на обиду после позорного расторжения помолвки его сына». «Почему ты в этом уверена?» — искренне удивился я. «Мы гномы», — красноречиво пожала плечами королева. «Нелюди. Ради нас Стефан II не пойдет против людей». Я уже было приготовился выдвигать контраргументы, но после слов Галлии мой запал поостыл. Она тысячу раз права. «Тарийцы не будут воевать с теми же дартанцами на стороне нелюдей. Тем более гномов, которых в Тарии и Дарте, мягко говоря, недолюбливают». «К слову, раз уж мы об этом заговорили», — начала Галлия и пристально посмотрела мне в глаза. «Возможно, тебе придется сойтись в бою со своими соотечественниками». Договаривать она не стала, но продолжала сверлить взглядом. «Знаешь», — задумчиво произнес я, — «ты не первая, кто задает мне этот вопрос. Отвечу так. Ситуация непростая, но свой выбор я уже сделал. Если мои соотечественники выберут темную сторону, я буду сражаться против них без сожалений и сомнений. А вот осознанным ли будет их выбор, это уже другой вопрос». «Согласна», — кивнула королева, и ее взгляд потеплел. «Они могут и не знать, за кого именно сражаются. Благодаря этому нюансу у нас будет место для маневра». На некоторое время мы оба замолчали, обдумывая каждый свое. Первое молчание нарушила Галлия. «В итоге только наемников против нас выступит около 25 тысяч», — глухо произнесла она. «Прибавь к этому стальные легионы Фрадии и Орден Магов. А ведь это еще не все. Твоя информация частично подтвердилась. Степь наводнили орды некроморфов. Думаешь, стальной король изначально действовал, сообща с Орденом Магов?» «Исключено. Я тут же отверг эту версию. Мне удалось поприсутствовать при разговоре короля и его капитана. Кроме того, некоторое время я сопровождал в пустошах двоих фрадийских лазутчиков. Они следили за посланниками Ордена и шаманами Орков. Набег Орды — это дело рук магистра Шитанга. Видимо, он таким образом пытался надавить на Эгберта. «Ну, в общем, все понятно», — махнула рукой Галлия и брезгливо скривилась. В конечном итоге две крысы снюхались и заключили союз, подкрепив его браком своих детишек. А шаманы Орков остались ни с чем. Более того, их воины стали кормом. «В смысле?» — спросил я. «В прямом», — ответила королева. Некроманты, черпая темную энергию из портала, начали создавать своих тварей, используя тела погибших степняков. Я почувствовал, как по моей спине пробежали мурашки. Я вспомнил, что кроме Орков там еще были тысячи рабов. Получается, все они обречены превратиться в бездушных монстров, покорных воле мерзких колдунов. Я сжал зубы и кулаки. Похоже, Галя почувствовала мое состояние. Ее ладонь легла на мое плечо. «Я знаю, о чем ты сейчас подумал», — мягко произнесла она. «И, скорее всего, мне не удастся удержать тебя от этого шага. Хочу лишь просто сказать, что ты теперь не один. Прежде чем ринуться в бой, тщательно все обдумай и подготовься». Еще несколько месяцев назад ее слова были бы очень кстати, но сейчас она разговаривала уже с другим человеком. «Благодаря моей воле я отлично контролировал свои эмоции. Даже если мое сердце переполняло ярость, это не означало, что я тут же, сломя голову, ринусь в драку. Именно поэтому я все еще не отправился в каменный лес. Чтобы закрыть проклятый портал, мне нужно подготовиться». Видимо, чтобы отвлечь меня от мрачных мыслей, Галя спросила. «Как обстоят дела на темном континенте?» «Думаю, некроманты добрались и туда. Видимо, где-то в горах есть еще один темный портал. Иначе откуда у них столько энергии для создания этих летающих тварей?» «Согласна», — кивнула она. «Вы готовы к отражению атаки?» «Сердце леса растет не по дням, а по часам», — ответил я. «А вместе с ним и Лесоград. Если некроманты вздумают напасть, их ждет много сюрпризов». «Не если, а когда», — поправила меня Галя. «Они обязательно нападут. Это всего лишь дело времени». Сказав это, королева замолчала. На ее лицо легла тень. «В чем дело?» Спросил я. «Эх», — тяжело вздохнула она. «Нам бы еще немного времени. Чую, жарко нам придется. Получается, если бы не ты, я бы осталась одна против всех этих армий. Была надежда на эльфов. Все-таки ты притащил сердце леса. Но они, как всегда, предпочли отсидеться». «Не все», — поправил ее я. Она лишь отмахнулась. «Несколько тысяч изгоев, беженцы, большинство из которых женщины и дети, они не в счет». «Но уже что-то». «Да, я понимаю», — хмуро ответила она. «Но этого недостаточно. Наши кланы могут собрать около четырнадцати тысяч бойцов. Ты от силы приведешь тысячу. Ты ведь понимаешь, что при таком раскладе основной удар нам придется принять лично на себя. Нам неоткуда ждать помощи. Пятнадцать тысяч воинов и две сотни магов — это все, что у нас есть». «Не все», — покачал головой я. «Если ты хочешь сказать о наших с тобой личных возможностях, то нет, я не об этом». Галлия нахмурилась. «Тогда объяснись». «Почему ты ничего не говоришь о бронзовом легионе?» — спросил я. Лицо Галлии разгладилось, а на губах появилась улыбка. «Видимо, находясь в Стенберге, ты времени зря не терял». В ее голосе слышалась насмешка. Начитался древних гномьих сказок. Я ответил улыбкой. «Может, и начитался. А вот сказок ли?» Гнома некоторое время испытующе смотрела мне в глаза. А потом, видимо, решилась и, глубоко вздохнув, произнесла. «Нет, это не сказки», — сказала и замолчала.